Бренд Линсон, конечно же, представлять не нужно. Это один из самых авторитетных и известных брендов, как в мире, собственно, и в Нидерландах совершенно точно. Можно ли говорить о том, что это масс-маркет, потому что этих лодок больше всего, как мне кажется, делают в Голландии? Но, как минимум, просто активная продажа, потому что такой выдающийся маркетинг, и не в последнюю очередь, потому что у них своя чартерная компания, своя чартерная программа. И вот здесь и сейчас, например, там работает целое туристическое агентство, где вы можете запланировать какой-то маршрут, я покажу, какой, и пойти на этой лодке в путешествие. Пока стою рядом, есть возможность посмотреть на подводную часть этого корпуса. И вы видите, да, мы знаем, что эта лодка стальная, и мы видим, какой массивный, мощный киль у этой лодки. И, конечно же, у нас перо руля и винт, валовая группа, защищена мощным швертом. Это хорошо, это значит, что если вы во время своего путешествия сядете на мель, то вы очень легко с нее сойдете, потому что именно киль будет касаться вашей отмели, и вы себе, даже если на чебеночку сядете, ничего не повредите. Предлагаю сейчас зайти внутрь и посмотреть, хватает ли нам места в такой лодке. 35 размер, авткабин, кормовая каюта. Ну и сразу же мы видим такое элегантное голландское решение, когда твой кокпит и тот же пост управления, и он у нас получается, вероятно, всего один. Низкий мостовой габарит, это то, что позволяет ходить на под мостами. Вот эти вот стеклышки, они, конечно же, будут у нас убираться, поэтому под любым мостом пройдем. Пост управления симпатичный, минималистичный. Могу сказать, что здесь, конечно же, можно поставить дуги, и в Тен-Би-Мини все это закроют. У нас здесь есть лавочки. В принципе, знаете, да, история про то, что ты идешь, никуда не торопишься. И в принципе, это канальные лодки, да, они, конечно же, мореходные, и можно походить в прибрежных водах. Они сертифицированы у нас по категории С, даже не Б. То есть, в принципе, да, это канальная лодка, это озерная лодка. Но я думаю, что, условно говоря, там Ладога, Онега, Балтика и Волга с Рыбинским водохранилищем будут для этой лодки более чем доступны. Что у нас здесь с размерами 10 длина, 3,5 ширина и один 4-цилиндровый Вольво Пенто Д2, 75 лошадиных сил. Я думаю, что это невероятно экономичная лодка. Давайте я зайду вовнутрь, пока никого нет, нужно оценить, потому что людей здесь очень много. Лодка пользуется популярностью. Сразу же попадаем в салон, который, слава богу, светлым деревом. Но не белая береза и такой дешевый, а, в принципе, такой хороший, качественный материал на уровне, давайте назовем его на уровне Premium Ikea. Потому что все это выглядит добротно. И вот, несмотря на то, что у нас есть как бы подвисающая потолочная панель, да, она фанерная и она не текстильная. В принципе, здесь нигде нет текстиля, но при этом есть какое-то нанесение фактурным слоем, что позволяет нам думать, что это может быть текстиль. Визуально, да. На столешнице у нас кориан. По-моему, одна из лодок, которыми сейчас на высказке попадаются, у которых стеклянная столешница закрывает газовую плиту. Это очень хорошо, потому что мы, если когда ее откинем, у нас, соответственно, жировая, ну, будет некая жировая защита для иллюминаторов. Опять же, здесь вот что, например, для меня кажется непонятным. Здесь нет вытяжки и нет открытого иллюминатора, через который мы можем выпускать пары приготовленной еды. Жарить его картошку, будет запах. Но, с другой стороны, как будто близость к выходу позволяет нам с этими запахами справляется. Итак, 35-я лодочка, и она такая симпатичная и обитаемая. Обрати внимание, мой друг, такая здесь замечательная кормовая каютка. Я спустился в нее. Лодка-то, помните, зеленая, да, и подушечки зеленые. Вот, это здорово, когда вот так вот подобные аксессуары. Слушайте, здесь достаточно много места. Обратите внимание, вот я стою в полный рост. Мне вполне себе хватает здесь места. Здесь же у нас еще уместился большой, такой достаточно большой объемный шкаф. Он прям серьезно большой. И тут же у нас есть здесь свой гальюн. В полный рост сюда мы не зайдем. Душ мы здесь не принимаем. Но у нас здесь есть унитаз. И, в принципе, получается, что мы не выходя... Вот ты владелец этой лодки, да, ты там пенсионер, дедушка, ровесник этого бренда, который существует с 49-го года, на секундочку. Ему 75 лет исполняется. И вот ты владелец, ровесник, конечно же, тебе зачем куда-то ходить в туалет, еще тем более вас с кем-то делитесь, если ты можешь иметь его свой в кормовой мастер-каюте. И вот эта каюта на самом деле тоже может называться мастером. Она ощутимо меньше по размеру, хотя по-прежнему я стою здесь в полный рост, но при этом у тебя вообще нет никаких проблем по функционалу. Такое же количество шкафов и самое главное, что у тебя здесь есть туалет. Вот это у нас туалет с унитазом, и здесь нет души, но зато здесь есть вторая дверь, и ты можешь выйти тут же, ну, когда ты идешь в ходовом режиме сюда зайти. А вот здесь отдельная душевая кабина. Вот, никаких тебе совмещений с унитазом, никаких совмещений с унитазом, просто, просто кормовая кабина. Вот уже там пришли клиенты, которые, такая европейская пара пенсионного возраста, выбирает себе эту лодку, и, наверное, она будет готова за нее заплатить какие-то разумные деньги. Сколько это стоит? Сейчас подойду к ценнику, узнаю. Здесь даже, вы видите, есть штурманский столик. Так, ну, я еще раз напоминаю, что я нахожусь на бренде, на стенде бренда Линсен, у них здесь раз, два, три, четыре, пять лодок. От самой маленькой, 33-й, до, по-моему, это, наверное, 50-я лодка. Пойду вот на красненькую зайду. Очень стильно, красиво выглядит Бордо. И вот хочу обратить ваше внимание, впервые такое вижу, вход на Потопчину у нас вот выходит отдельно. Здесь получается, что это отдельное такое вот решение, когда у тебя получается, ну, двойная стенка. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Вот должен сказать, что здесь, стоя на кокпите, я нахожусь уже практически впритык, потому что вот у меня потолок, вот он уже. Ну, я метр восемьдесят два ростом, я нормально стою. Вот так вот в тридцать пятом размере мы решаем вопрос с живыми пространствами. Здесь очень хорошая резиновая проклейка, а тут у нас идет пластик. Дальше идут у нас, видите, у нас блогеры тут идут потоками. Впереди мужчина снимает что-то на телефон, я подхожу к камбузу. Ну, вот, в принципе, это очень похоже на лодку, на которой мы только что с вами были. Камбузное решение точно так же. Газ, у нас есть мойка. Так, где у нас тут холодильник? Вот обычный холодильник, бытовая техника, инсталлирована сверху полочка, деревянная панель. Пост управления уже здесь находится внутри, и это отличает эту лодку от предыдущей, что там мы как бы находимся на улице. Но здесь мы уже находимся в теплом помещении. Тоже здесь состоит один небольшой Volvo Penta, D2, 75 лошадиных сил. Вот она, мастер-каюта. Она, скажем так, мастер-каюта. Единственное, здесь нет гостевой каюты. Ну, скажем так, если я вдруг сейчас ее найду, то я очень сильно удивлюсь. Но, скорее всего, здесь вот эти двери отвечают за... Это у нас душевая кабина. Да, небольшая, но в полный рост стоящая душевая кабина. Напоминаю, 35 размер. Здесь у нас, собственно, туалет. Здесь у нас туалет. Здесь мы пришли, умылись, почистили зубы и воспользовались унитазом. Все просто понятно. И самое главное, что у нас здесь есть дверь, которая выведет нас не через спальню, а через... Ну, это может быть даже уже, наверное, лишнее. Но, тем не менее. А здесь у нас еще такой дополнительный шкаф для одежды. Ребята, если сейчас в 2024 году у вас есть возможность прикупить себе лодку, в Германии привезти ее, растаможить, я за вас очень рад. Если же нет, то имейте в виду, что можно покупать лодки внутри России. Ну, вот, например, есть такая замечательная верх, с которой я давно уже дружу. Это Попилов-Яхт. Что значит купить лодку у Попилов-Яхт? Это значит, что деньги остаются у вас в стране, что деньги вы переводите российскому подрядчику. У вас есть замечательная возможность в течение года наблюдать, как ваша лодка будет строиться. И я знаю точно, что лодки у них, ну, ничем не хуже, ничем не хуже, чем тот же самый Линсен. А уж как строится твоя лодка, участвовать в выборе комплектации? Это интересно. Это прям конструктор. Любой мужчина любит создавать свою лодку с нуля, потому что, конечно, можно прийти купить готовое, но лучше всегда строить самому. Это кайф еще не только от покупки, но и от постройки. Верфь яхты Попилов на протяжении 10 лет выпускает стальные моторные яхты траулерного типа длиной 15 и 20 метров. На предприятии организован полный цикл производства. От проектирования до оснащения яхты всем необходимым с контролем качества на каждом этапе. Стальная яхта длиной 15 метров выпускается серийно по одному корпусу в месяц. Яхта комфортна для пребывания на борту как в качестве гостя, так и за штурвалом в роли капитана. Не случайно девиз компании «В море как дома». Приглашаем вас на бесплатный тест-драйв нашей яхты. Для тех, кто желает побольше времени насладиться яхтингом, мы создали чартерную компанию Попилов Круиз с собственными яхтами. Арендовать яхту можно на срок от нескольких часов до нескольких дней. Заходите на сайт попилов.ком, чтобы узнать подробнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова